Продолжение следует... В этом состоянии он оставался несколько месяцев и наконец убежал из исправительного заведения. Тут начинается самый интересный период его жизни. В то время, когда им овладевала его хорошая душа, он сделался полицейским, очень исполнительным и хорошим. Но через год большое число совершенных грабежей возбудило подозрения. За ним стали следить и схватили его, когда он собирался взломать дверь в магазине ювелира. Очень забавен рассказ о двойственной личности, сообщенный одним французским медиком. Действующим лицом является французский солдат. Он был большим патриотом и постоянно бронил немцев. Каково же было всеобщее удивление, когда он однажды вдруг сорвал с себя французский мундир, заговорил по-немецки и перешел французскую границу. Его арестовали и посадили в тюрьму, где он тотчас же впал в глубокий сон. На следующий день он снова был французом и был крайне удивлен, когда ему рассказали о его поведении. Перемены эти, однако, продолжались и во время франкопутской войны он сражался по очереди, то на одной, то на другой стороне. Впоследствии узнали, что отец его был пруссак, а мать француженка, и он рос между двумя противоположными влияниями. В одном шотландском городке жил не очень давно адвокат, который по понедельникам, средам и пятницам был бодрым, деятельным и разумным человеком. В вторнике же, четвергии и субботы, он проводил состояние беспомощной меланхолии, и его с трудом удерживали от самоубийства. Как примирить двойное сознание с одной личностью в человеке? Тау Негет в своих месмерических фактах рассказывает замечательный случай с одним из своих субъектов, молодым человеком Е, у которого прирожденные способности и природные добрые качества были извращены дурным воспитанием. Несмотря на свою молодость, он научился в Париже полному безверию. В сомном булизме все же это изменилось. Он имел совершенно правильное понятие о душе, противоположным материалистическим взглядам, обыкновенно им высказываемым во время бодрствования. Теория, что в минуту сомном булизма в Е отражались лишь мнения магнетизера, не выдерживает критики ввиду того, что о многих предметах он имел свое вполне самостоятельное мнение и очень твердо и искусно защищал его. Немало и таких примеров, в которых в сомном булическом состоянии характер субъекта изменялся радикально. Люди грустные, вспольчивые, неприятные делались веселыми, кроткими, снисходительными. И наоборот, что по замечаниям врачей, как-то Ганни Мана и доктора Гартона, нередко бывают и во время различных болезненных состояний, диаметрально иногда изменявших некоторых из них пациентов. Один из самых замечательных случаев изменения сознания наблюдался в начале текущего столетия у одной девушки из английской семьи, поселившейся в окрестностях Мидвилля по имени Мэри Рейнольдс. Подробный рассказ о ее состоянии, подтвержденный многими несомненными свидетельствами, был напечатан в Харперс Магелдвин в майском номере 1860 года, за подписью достопочтенного Уильяма С. Плюмера. В 1811 году, будучи 11 лет от рода, Мэри впала в бесчувственное состояние, которое вскоре прошло. Но затем она в продолжении 15 лет находилась в двойственном сознании. Ее анормальное второе состояние представляло ту особенность, отличавшую его от всех, кроме одного известных мне подобных случаев, что в продолжении его она забывала все, что было ей известно в первом нормальном состоянии. Все приобретенные в нем познания совершенно терялись. Она не признавала ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Не имела ни малейшего воспоминания о своей предыдущей жизни. Точно она прежде никогда и не жила. Наткнувшись на гремучее змею, она была бы способна играть с нею, как малый ребенок, нисколько не подозревая опасности. Но научилась она, однако, очень быстро всему, очень быстро приобретала всякого рода познания. На 35-м году переходы ее из одного состояния в другое прекратились, оставив ее постоянно в ее втором состоянии. В этом же она являлась совсем иной личностью, чем в первом. Между характерами обоих не было ничего общего. Тихая, меланхолическая, трудномыслившая, лишенная всякого воображения в своем первом состоянии, во всолом она становилась живой, веселой, общительной, большой поклонницей всего поэтического, и почерк ее заметно разнился от почерка номера первого. Явление это, говорит господин доктор Плюмер, представлялось в таком виде, как бы тело Мэрия Рейнольдс служило обиталищем для двух душ, живших в нем, не одновременно, а поочередно, то одна-то другая. Несомненно, что тут не было и не могло бы никакой подделки бы. Обе жизни были совершенно отдельны, одна от другой. Мысли, чувства, познания и опытность, радость и горесть, симпатия и антипатия одной жизни не производили ни малейшего влияния на другую и ни в чем ее не изменяли. Главные факты всех последовательных годов подтверждаются целым рядом самых авторитетных свидетельств. Достопочтенный доктор Уэлланд в последнем издании своей интеллектуальной философии говорит о них, как о самом замечательном случае из всех подобных, когда-либо до него доходивших. Действительно, случаи совершенно замечательные. Кто же из двух ответственное существо? Номер первый или номер второй? Если, как говорит нам Локв, личность состоит в тождественности сознания, то была ли Мэрия Райнольд с личностью? В своей физической форме она была одной и тоже в своих обеих состояниях, но в умственной области, в своих расположениях, в памяти, между ними не было ничего общего. Что сделалось окончательно с номером первым? Был ли он стерт, как стирает неудачный рисунок? Был ли номер второй отдельным духовным существом? Если же оба они составляли по своей существенности одно, лишь проявлялось как бы два отдельных сознания, то почему бы и в каждом из нас не быть отдельному сознанию в скрытом состоянии, которое проявится после смерти? Но если мы потеряем наше обычное сознание и сделаемся совершенно иными, как в нашем характере, так и в воспоминаниях, разве мы не лишимся своей тождественности? Можно ли будет признавать нас тем же существом, которое жило на Земле? Не будем ли мы в некотором смысле уничтожены? Единственное возможное решение запутанного вопроса следующее. Мэри Рейнольд составляла одно существо с единым сознанием, но сознание это заключало в себе то, что один шведский философ называет раздельными степенями. Если в одном своем состоянии она не имела воспоминаний из другого, это никак не потому, чтобы какое-либо из ее душевных приобретений сгладилось. Нет. Но в происшедшем в ней перевороте состояние ее видоизменилось неизменилось проявлением раздельной степени, в которую вступила душа. Воспоминания и как бы уснувшее сознание находились в душе, но в состоянии покоя и временной приостановки. Душа, восходя в это или жизнь, или в будущее, к сознанию настолько же выше он против второго, насколько второе было в Мэри Рейнольдс выше первого, должна содержать в себе все заключающееся в обеих степенях и присваивать лучшие из каждой память, оставаясь на век неизменной. Двойственная жизнь Предлагаемая выдержка из научного журнала The Scientific American кажется нам достойной серьезного внимания, в особенности внимания лиц, занимающихся изучением гипнотизма. В заметках врачей найдется немало сообщений о пациентах, живущих двойной жизнью. Говорится в них о случаях периодической утраты одной стороны умственной жизни и как бы перерождение в другую личность, нередко совершенно противоположного характера. С истеричными субъектами, например, делается при падах, после которого они совершенно утрачивают память о прошлом. Умственные способности их не теряются, остаются нетронутыми, но что касается ранее приобретенных знаний, то они равняются детским. Через больше или меньше промежуток времени они научаются говорить, читать и работать, начинают жизнь снова, и в некоторых случаях проявляют характер, совершенно противоположный прежнему. По-видимому, физический организм остался тот же, но личность окончательно преобразилась, получив новый темперамент, новые привычки и новые вкусы. Такой пациентка остается в течение определенного срока, затем с ней делается новый припадок, после которого она снова становится прежней. Все прожитое ей после первого припадка стушевывается разум. Она решительно ничего не помнит, так что второе ее существование, продолжавшееся, может быть, целые годы, уничтожается в ее сознании, и жизнь ее гладко и невозмутимо течет снова по первому руслу, как будто бы в ней никогда не было никакого перерыва. Это продолжается до нового припадка, возвращающего ее ко второму ее существованию, в котором она живет снова, не подозревая в нем никакого перерыва. Таким образом, существование ее чередуется между двумя жизнями, резко отличающимися между собою, и совершенно одна от другой независящими, исключая того, что им обеим служит одно и то же тело, В прежние времена подобные виды изменения сознания объяснялись духовным, а иногда дьявольским обладеванием. Предполагали, что телом управляли два духа, друг от друга независимые, или что в душу больной вселялся злой или добрый дух, которого определяли, смотря по ее настроению. В наш более научный материалистический век эта спиритуалистическая гипотеза имеет мало сторонников, и странные явления объясняются более удовлетворяющим новым воззрением образов. Предположением, что духовная жизнь пациентки переносится в части ли или всецело в одну из половин ее двойного мозга. Когда действие у этой половины прерываются болезни, то бездействующая половина берет на себя интеллектуальные функции и продолжает действовать, пока новый припадок не передаст опять умственную ответственность первой половине. Таким образом, обе жизни середуются вместе с середующейся деятельностью обоих мозговых полушарий. Причина, почему такие жизни бывают лишь двойственные, а не боли, заключается, конечно, в том, что у нас только два независимых мозговых полушария, а не боли. Подобное объяснение, строго физиологическое, нужно принимать как гипотезу, не боли, притом едва ли удачную, так как здесь совершенно упускается из виду психический фактор. Последние известные случаи такого рода представляют особенный интерес в том отношении, что в нем полный перерыв в сознании проявляется только при возвращении к тому состоянию, в котором началась жизнь пациентки. Случай этот сообщен со всеми подробностями в Review Scientific профессором Адамом из Бордо, где пациентка проживает. Она женщина замужняя, 34 лет от рода, и начала жить двойной жизнью с 14-летнего возраста. Для краткости мы будем означать буквой А ее первобытное состояние с его повторениями, а буквой Б второе. Сначала Б появлялась по нескольку раз в день и продолжалась не более нескольких часов. Затем были два трехлетние перерыва от 17 до 20 лет, и потом от 24 до 27. В последнее время на большей части жила жизнь в Б, а состояние А появлялось через 2-3 месяца, только на несколько часов. Прежний переход этот совершался во время крепкого сна, следовавшего за сильной болью в висках. Теперь он совершается почти мгновенно. В состоянии А пациентка всегда тихо, молчаливо, даже угрюмо. В Б, напротив, всегда жива, весело, приветливо. В А она не помнит происходившего с ней в Б. Находясь же во втором состоянии, вполне дает себе отчет в своей жизни в обоих. Будучи Б и узнавая тогда о пробелах своего сознания, она приходит от того в крайнее отчаяние. Впрочем, надо заметить, что практическое неудобство такого отсутствия памяти, довольно чувствительное прежде, стало значительно уменьшаться с тех пор, как состояние Б преобладает в ее жизни. В иных редких случаях, выходя из состояния Б, пациентка переживает короткий период волнения и какого-то страха, причем сознание ее не вполне ясно. В другое время в ней незаметно никакого видимого расстройства за исключением симптомов, свойственных истеричным больным. При переходе от Б к А, по наблюдению профессора Адама, больная не имеет вида пробуждающаяся от сна и не ощущает особенно перемены. Мог бы пройти, прошел бы час, или пролетели целые месяцы, она этого не сознает. Целый период исчез из ее существования. Такое двойственное состояние может вызвать множество запутанных вопросов при различных случаях жизни подобного субъекта. Тем более, что такое состояние малоизвестно и совсем почти не исследовано. Степени раздвоения личности «Я уже давно была знакома», говорит госпожа Сабуру, «с фактом раздвоения, когда в 1891 году в мои руки попала книга доктора Жибье «Анализ де Чосис». Выводы, подобные моим со стороны недюжинного ученого, удивили меня несказанно обрадовали. Желающих убедиться в том, действительно ли доктор Жибье может быть причислен к числу людей науки, отсылая к книге его, в конце которой есть длинный перечень его научных сочинений по медицине, ветеринарии, бактериологии и других. Доктор Жибье, долго и серьезно исследовавший явление того, что он называет гипномагнетизм, считает гипнотическое состояние первой ступенью к состоянию раздвоения. Перевожу здесь часть четвертой главы его «Трансцендентальной психологии», как сам Жибье называет указанное мной сочинение. Субъекты, над которыми изучает псевдосон, потому, вероятно, Жибье и говорит псевдосон, что гипнотическое состояние есть совсем особенное состояние, отличное от простого сна, так как при гипнотическом усыплении субъект слышит, тогда как при обыкновенном сне люди ровно ничего не слышат. Постепенно проходит ряд различных фазисов, не всегда, однако, с такой правильностью следующих один за другим, как то описывает автора сочинений по этой отрасли науки. Тем не менее, эти факты или состояния в большей части наступают в следующем порядке. Первое – состояние очарования или легковетрия. Второе – состояние каталепсии. Третье – состояние сомномбулизма. Четвертое – состояние литургии. Это, так сказать, те классические состояния, достигнутые посредством внушения сна или вследствие пристального взгляда, упорно направленного на субъекта. Но если на субъекта воздействуешь магнетическими пассами при содействии, сколько возможно, издаваемой из себя силы воли, чего достичь иначе нельзя, как действуя с импульсом, с увлечением, вскоре получаешь доказательства того, что вышепоименованное состояние – суть не что иное, как ступени, ведущие к состоянию раздвоения, но не личности, а самого существа. Если субъект приобрел привычку впадать в это состояние, оно может наступить почти что разом, то есть не быв предшествуемо теми четырьмя первоначальными, постепенными состояниями. А однако до раздвоения все-таки наступает пятое состояние, знакомое некоторым магнетизером и ими названное бодрствующим сомномбулизмом. Шестое состояние можно назвать экстатическим и наконец наступает то, что я называю состоянием раздвоения. Впадая в это последнее состояние, внешний вид субъектов бывает различен, смотря по личным свойствам человека. Иные погружены в состояние мнимой смерти, другие словно окаменеют широко открытыми глазами, взрывки которых расширились, остановившись на одной точке. Такого рода субъекты иногда говорят о вещах, как бы видя то, что происходит на далеком расстоянии. Нередко оказывается, что эти видения ошибочны или же не совсем верны, только в том, что касается времени и места. Но бывает и так, что все в действительности верно, даже и в тех случаях, когда виденное происходило на расстоянии нескольких миль. Подобное состояние можно назвать говорящим экстазом. Двойственность человека и проблески сверхнормальных способностей, кроющихся в его существе. Профессор доктор Жибье сообщает следующий, очень интересный факт. Господин Юл Белокурый, высокого роста молодой человек, лет в 30. Отец его был родом шотландец, а мать русская. Отец был одарен выдающимися медиумическими способностями, мать тоже медиумична. Но хотя молодой Юй родился в среде спиритуалистов, сам он, как говорит, никогда спиритизмом не занимался и ничего анормального с ним не случалось. До приключения, как назвал он это, по поводу которого в начале 1887 года он пришел ко мне, чтобы потолковать и посоветоваться. Господин Юл рассказал мне следующее. Всего несколько дней тому назад, вернувшись в 10 часов вечера к себе домой, я вдруг почувствовал ничем необъяснимую и особенно какую-то слабость. Не намереваясь, однако, ложиться спать, я зажег лампу, поставил ее на столик возле кровати и, закурив, об нее сигару, сел, или скорее прилег на кушетку. Не успел я откинуть голову на подушку кушетки, как все окружающие предметы завертелись передо мной, я почувствовал, что впадаю как бы в обморок, ощущая в себе странное чувство пустоты. Вдруг я ощутился посреди комнаты. Удивленный таким безотчетным для меня перемещением, я оглядывался вокруг себя и удивление мое возросло до нельзя. Я увидел себя лежащим на кушетке, с сигарой в руке. Сначала я подумал, что я заснул и что все это происходит со мной во сне, но никогда ничего подобного я во сне не видел и к тому же я отдавал себе полный отчет в том, что состояние мое было настоящее, реальное, в высшей степени интенсивной жизнью. А потому ясно сознав, что это не сон, другое объяснение пришло мне тут в голову, а именно, что я умер. Вспомнив слышанное мной о том, что существуют духи, я подумал, что и я стал духом. И все объяснения подобного состояния предстали передо мной с большей быстротой, нежели той, с какой вообще работает мысль. «Вся моя жизнь предстала передо мной как бы в формуле. Страшная тоска и сожаление о неоконченных мною работах охватили меня». Он был хорошим гравером, по словам Жибье. «Я подошел к самому себе, то есть к телу моему, или лучше сказать, к тому, что я уже считал своим трупом, и крайне удивился, тело мое дышало. Более того, я мог видеть внутреннее его и наблюдать за медленным и слабым на ровном биением сердца. Я видел мою ярко-красную, как огонь, кровь, текущую по сосудам. Тут я решил, что, значит, со мной случился особого рода обморок. Но ведь люди, бывшие в обмороке еще потом по пробуждению своем не помнят из того, что с ними было во время их бессознательного состояния, подумал я. И мне так стало жаль, что я, когда приду в себя, не в состоянии буду припомнить все то, что теперь ощущаю и вижу. Немного успокоенный касательно того, что я еще жив, я задавал себе вопрос, как долго может продлиться такое мое состояние, и перестал обращать внимание на мое второе «Я», продолжающий безмятежный свой сон на кушетке. Оглянувшись на лампу и заметив, что она настолько близко стояла к занавескам кровати, что они могли бы загореться в нее, я взялся за кнопку винта лампы, намереваясь ее погасить, но о, новое удивление, хотя я ощупывал кнопку и даже мог провидеть малейшее из молекул ее составляющие, одни только пальцы мои вращались вокруг кнопки, но не в силах были на нее воздействовать, я тщетно старался повернуть винт, поэтому я стал разглядывать и ощупывать себя, сознавая себя в теле, но настолько эфирным, что я мог бы, кажется, рукой пронзить его насквозь, и оно, насколько помню, было окутано во что-то белое, затем я встал против зеркала, но вместо того, чтобы увидеть в нем свое отражение, я заметил, что по мере моего желания, сила зрения моего увеличилась настолько, что я проникал им сквозь зеркало, сначала до стены, а затем и сквозь стену, по ту ее сторону, где я увидел изнанку картин, висящих на ней в помещении моего соседа, комнаты и мебель, которого ясно предстали моему взору. Ясно отдавая себе отчет в отсутствии освещения в этих комнатах, я, однако, прекрасно видел все предметы и тут обратил внимание на тонкую струю света, исходящую из подложечной моей области, освещавшей все вокруг меня. Я не был знаком с моим соседом, живущим в стену со мной, но знал, что он в отъезде из Парижа, и не успел я почувствовал желание проникнуть в его квартиру, как я уже ощутился там. Каким путем? Не знаю, но мне казалось, что я проник сквозь стену, так же беспрепятственно, так же свободно, как туда сначала проник мой взор. Словом, я впервые находился в комнатах моего соседа. Я осматривал их размещение, стараясь запомнить подробности их обстановки, и, подойдя к библиотечному шкафу, я особенно в памяти моей отпечатал заглавие некоторых книг, стоящих на тех полках, которые приходились в уровень с моими глазами. Достаточно было одного моего желания, чтобы я без всякого с моей стороны усилия уже был там, куда потянуло меня. Но с этого момента мои воспоминания делаются крайне смутны. Я знаю, что уносился далеко, очень далеко, кажется, в Италию, но не могу себе отдать отчет о том, что именно там делал. Как бы потеряв всякую власть на своей мысли, я следовал за нею, переносясь то сюда, то туда, смотря по тому, куда направлялась она. Она увлекала меня за собой прежде, нежели я успевал овладеть ею. Проснулся я в пять часов утра, чувствуя себя измученным и как бы окошенелым. Я лежал в той самой позе, в которой с вечера прилег на кушетку и пальцы руки моей не выронили недогоревшую сигару. Лампа потухла, закоптив стекло, я улегся в постель, но долго не мог заснуть от дрожи, пробегавшей по всему телу. Наконец-то кессон охватил меня и было уже далеко за полдень, когда я проснулся. Посредством придуманного мною невинного предлога мне в тот же день удалось уговорить нашего консьержа швейцара или дворника дома. Вместе со мной отправился в квартиру моего соседа, чтобы посмотреть, не случилось ли там чего-нибудь. И таким образом я убедился в том, что мебель картины и заглавие книг мною виденные все именно там было так, как я видел предыдущие ночи непонятным для меня путем. Я всеконечно о всем этом никому ничего не говорил, а то сочтут меня за полоумного или скажут, что у меня был припадок белой горячки. Окончив свой рассказ, господин Юс спросил меня, ну как же, доктор, объясните вы это странно со мной приключение. Я, говорит Джебье, нисколько не сомневаюсь в том, что попадись этот рассказ на глаза человека, еще никогда не слыхавшего о подобных случаях, и вовсе не знакомого с трансцендентальной философией, ему инцидент Ю покажется неправдоподобным, но я и не стараюсь уверять его в реальности такого явления, а только скажу, по существу подобное явление возможно. Проявление двух двойников. Один приятель сообщил мне то, что в сочинении Аксакова сказано по поводу телепатических явлений о дочерях близнеца господина Болкина. Я могу подтвердить достоверность упоминаемых фактов. Одна из сестер, моя жена, другая вдова знаменитого русского писателя Михаила Салтыкова щедрена. Хотя способность сообщаться между собой на расстоянии нередко присущие близнецам, как говорят, слабее с годами. А однако же немое случается иногда и теперь говорить. У Лизы должно быть какое-нибудь горе, мне что-то грустно. На сегодня я собираюсь говорить о более выдающемся явлении. Моя своя финица, живущая в Петербурге, всякий год приезжает к нам. В сентябре 1792 года она была у нас. Одна же после завтрака жена моя пошла в наш небольшой садик. Едва вошла она в него, как услыхала шаги кого-то, шедшего вслед за нею. Это оказалось ее сестра, которая приблизившись и жалобно взглянув на нее грустно проговорила по-русски «Бедная Анна». Жалобный взгляд и слова раздосадовали жену. Она ответила «Почему ты называешь меня бедной? Я себя бедной не считаю. Я хочу сказать, что ты жалка. Впрочем, мы обе старые и жалкие». И повернувшись пошла к дому. Шаги ее послушались по песку и на лестнице. Минуту спустя вернулась из сада и моя жена и нашла сестру, разговаривавшую в столовой с няней. Они отправились обе в публичный сад, находящийся под нашими окнами и уселись на скамейке. «Почему?» спросила жена. «Приходила ты в наш сад и жалобно сказала мне «Бедная Анна». Я была в саду и тебе сказала «Бедная Анна». Но я все время была в «Как?» Ты не приходила в сад, не говорила со мной и я тебе не отвечала. Однако я тебя отлично видела и слышала. «В таком случае, с ужасом сказала своячница, нам угрожает великое несчастье». Была ли права моя своячница в своем испуге и были ли слова ее двойника пророческими, случившееся несколько времени спустя заставляет меня именно так думать. Жена моя вскоре почувствовала некоторое расстройство зрения и сперва не обратила на него внимание, уверенной, что это пустяки. Однако со временем потемнение усиливалось и прошлого года она заметила, что левым глазом не различает мелкие ноты. Испуган она перестала заниматься своими композициями и не позволяла себе по-прежнему много читать. После трех поездок в Париж для совета со знаменитыми окулистами она исполняет предписание доктора Панно. Ученик, ученый-академик вручается за сохранение правого глаза, представлявшего некоторые опасные симптомы. но не уверен возможности уничтожить пятно на левом зрачке, признанное всеми докторами. Вы понимаете мою жестокую тревогу? А как объяснить теперь это явление галлюцинацией? Только сумасшедшая принимает галлюцинацию за действительность. Самым удобным объяснением в данном случае будет кажется допущение явления двойника, через которого ясновидящая душа того лица, чей был двойник, предупредила об опасности родственников. Возвратясь домой, сестры отправились в наш садик и стали совершенно так, как стояла жена рядом с призраком во время его появления. Смотревшись и сосредоточив свое внимание, жена убедилась, что призрак был несколько ниже ростом и светлее ее сестры. Лет 30 тому назад у жены моей было сходное с этим явление, только вместо сестры тогда призрак был ее матери. Она жила тогда вместе с отцом и матерью в их имении в Нижегородской губернии. Однажды проходя мимо комнаты, где стоял библиотечный шкаф, она увидела там свою мать, читающую какую-то книгу, что очень ее удивило. Книга и по формату, и по цвету была ей незнакома. А сверх того замок в шкафу был испорчен, и она не понимала, как могла мать отпереть его. Однако она не сказала ни слова и пошла далее, пока не нашла мать, сидящая в другой комнате. И та очень удивилась, услыхав о случившемся. как и первое, и это видение не прошло даром, а получило свое значение. Три года спустя скончался ее отец, и она узнала в руках девчика, считавшего над покойником, псалтирь, ту самую книгу, которую видела в руках призрака. Приложение. Факты, устанавливающие существование двойной личности в живом человеке, различные виды ее проявления. Нет ли в человеческом организме такого начала, которое отделяется от тела, когда это последнее умирает, сохраняет еще на некоторое время индивидуальную человеческую деятельность? Многие факты показывают, что это начало существует и что оно обнаруживается иногда и при жизни, представляя признаки, одинаково принадлежащие личности живой и личности постсмертной. Мы приведем здесь некоторые из этих фактов. Во время переезда автора в Рио-Жанейро ему был сообщен следующий факт. Это было в 1858 году. Семейство из Зальза, состоявшее из мужа, жены и маленькой дочери, отправлялась в Рио-Жанейро. Переезд был долг, жена захворала и скончалась в пути. В день кончины своя она впала в обморок, а когда пришла в себя, сказала мужу, теперь я успокоилась, я была в Рио-Жанейро. Я нашла улицу и дом нашего друга Фрица, он был на колесе, я ему поручила нашу малютку, я уверен, что по приезде твоем он ее узнает и не оставит. В этот самый день Ифиас плотник Фриц находился на крысе дома своего в Рио-Жанейро и видел, как через улицу проходила земляшка его с маленькой девочкой на руках.